всем привет ребятки я сегодня как-то без настроения все потому что валентин нанес удар в спину вроде нормально общались вроде обленился и обещал светлое будущее а по факту готовил коварный план по выпуску собственных новостей он пойдите поглядите и про что мне теперь рассказывать то видимо придется переходить на локальные новости котик антон покушал и кажется счастлив узнаем если у него комментарии на этот счет ричка оседлала робот пылесос и ей понравилось я вышла на улицу и так ужасно а теперь рекламная пауза валентин уже не раз рекомендовал карпрайс и правильно делал ведь это сервис номер один по продаже авто с пробегом но ребята не почивали на лаврах и теперь карпрайс поможет не только продать но и купить автомобиль через карпрайс маркет главное преимущество сервиса перед размещением автомобиля на продажу нужно обязательно пройти техническую и юридическую диагностику на одной из точек карпрайс россии теперь ушлые продавцы не впарят вам битого или ворованного кота в мешке и выбирая автомобиль на карпрайс маркет вы будете точно знать что покупаете все ссылочки я оставила в описании ну а теперь к новостям я тут порылась и такие нашла интересное не до всего вилса добрался ибо слишком ленив нас всех обманули ударили в святое для каждого гаджетомана сяоми выяснилось что те кто постили различные утечки с мими x2s с камерой в уголке врали сердце у них нет сволочи на неделе всплыла шокирующая же правда внешне 2s практически ничем не будет отличаться от обычного микс 2 информация поступила не от обыкова от самих xiaomi китайцы то ли устали держать интригу то ли решили заранее признаться мол дизайн не будет главной фишкой эски и выкатили изображение обновленного флагмана правда пока только спереди заднюю часть не показали ибо именно там по идее будут сконцентрированы основные новшества виде двойной вертикальной камеры но я уже ничему не верю и не удивлюсь если сенсор в итоге будет один подтверждает это и рекламный буклет утекший в сеть камера 2s получит зачатки искусственного интеллекта и сможет определять тип сцены и это точно xiaomi уже продемонстрировали эту фишку в неожиданно крутом тизере в еще одном не менее офигенном ролике китайцы анонсировали появление функции разблокировки лицом которые узнают вас не только с бородой в шапке но и судя по всему даже без уха официальный анонс состоится 27 марта но я уже гораздо меньше его жду до 845 дракон до 8 гигов оперативки да разблокировка лицом но в основном то практически ничего нового xiaomi шо жуток меня часто упрекают мол рассказываешь о дорогущих гаджетах давай о чем-то народном окей ребятки я ж только за но не каждый день выходит что-то крутое и доступное но на этой неделе прям нас выпало первый кандидат от народа смарт-часы lenovo watch 9 снаружи механические часы а внутри кварцевый механизм от citizen и умная начинка смарт функции развиты девяточка соединяется со смартфоном по bluetooth умеет уведомлять световым индикатором и вибрации о входящих вызовах и уведомлениях считать шаги и потраченные калории управлять спуском камеры определять фазы сна и умно будить по утрам пульсометра нет но думаю если бы его установили заявленный год автономной работы выглядел бы еще больше фантастикой выглядит девяточка на десяточку современно и минималистично вряд ли вам скажут что вы украли их у дедушки из финского серванта корпус из стали водонепроницаемый выдержит давление в 5 атмосфер часах без проблем можно не только мыть руки но и плавать в бассейне стекло саппировое обычно такое устанавливают в дорогие часы а вот lenovo watch 9 обойдутся всего в 129 юаней или 20 долларов звучит слишком хорошо можно сказать нереально и скорее всего так оно и есть цену в 20 долларов хитренькие китайцы установили только на старт продаж все ради хайпа чтобы купить watch 9 за эту сумму нужно принять участие в лотерее и возможно вам повезет но скорее всего нет регулярная цена пока неизвестна но даже если она будет в районе 80 100 долларов то и за эти деньги часы от lenovo мне кажется оправданной покупкой на фоне цен ближайших конкурентов в виде вы дэнкс и мейзу присмотритесь если конечно умеете определять время по стрелкам новиночка для меломанов наушники от сяоми незатейливым и коротким названием dual unit half ear всего за 11 долларов ну или за более реальные 20 долларов с учетом всех накруток на алишечке можно купить наушники напоминающие earpods но не в этом их основная фишка во первых конструкции dual unit half ear применяется керамическая диафрагма что как бы фантастика для данного ценового диапазона а во вторых они прошли сертификацию hi-res audio от японской ассоциации japan audio association и способны воспроизводить неслышимые ухом частоты вплоть до 40 килогерц вместо привычного хай фай диапазона 20 герц 20 килогерц сама по себе сертификация качество не гарантирует но то что сяоми с ней заморочились как минимум дает надежду что и остальное в dual unit half ear неплохо доступные и относительно качественные наушники-кабельки большая редкость кроме тех же earpods да монг плюс и вспомнить нечего так что если такой формат подходит надо брать ах да чуть не забыла там же еще и мизу и 3 и по первым впечатлениям это чуть ли не новый король среднего класса аккуратные и цель на алюминиевый корпус без позорных пластиковых вставок привет рыдный 5 6-дюймовый full hd плюс экран среднее но достаточно производительное железо аккумулятор на три тысячи 360 миллиметр часов с быстрой зарядкой до 53 процентов за полчаса двойная камера на 12 плюс 20 мегапикселей с возможностью двух с половиной кратного приближения без потери качества и технологии долл пиксель для фокусировки плюс супер удобный сканер расположены на боковой грани в кнопке включения со скоростью срабатывания около 0,2 секунды цена 285 долларов и в общем то все неплохо и даже хорошо кроме одного meizu опять забыли про nfc так что никаких тебе мобильных платежей и вот это вот всего но как так то мейзу пора выбираться из каменного века и понять что некоторые уже потихоньку начинают привыкать выходить из дома без бумажника а то как вы собираетесь догнать лучших на рынке есть как минимум две причины любить компанию оппа очевидная за их смартфоны если они кажется вам по душе и не очевидная аппараты компании дают возможность заглянуть в будущее и узнать каким же будет очередной ван пас на этой неделе китайцы анонсировали модель опа r15 которая и станет основой для будущего ван пас 6 утечки не врали моно бровь будет да меньше чем у десятки но будет вы удивлены я нет во первых это общий тренд а во вторых оппо ван пласт давно тяготеет к дизайну а-ля iphone и сейчас не изменяет своим традициям вот бы еще и рамки сделали равномерной толщины а то толстенький подбородок выглядит так себе корпус у о по алюминиевый либо керамический в зависимости от версии а вот шестерка будет стеклянный ибо в нее добавят поддержку беспроводной зарядки в остальном же отличие минимальный а ну разве что камеру ван пласт повернут вертикально дисплей oled с диагональю 628 дюйма с разрешением 2280 на 1080 точек в сравнении с ван плац 5т он увеличился в высоту на размер нахлобучки а значит полезная площадь останется плюс минус такой же железо у опа традиционно слабее helio p20 или 660 дракон в зависимости от версии и 6 гигабайт оперативки в шестерку же вкорячат snapdragon 845 и 6 либо 8 гигов оперативки батарей на 3450 миллиампер часов с учетом размера в экрана не особо впечатляет камера двойная опять же в зависимости от версии на 16 и 5 мегапикселей или на 20 и 16 со светосилой 1 и 7 думаю именно такую комбинацию мы и увидим в свежем плюсе а теперь к самому грустному к ценам за opa r15 попросят от 475 до 525 долларов же как бы нифига не мало и тревожный звоночек для любителей ван плац новый флагман будет еще дороже в интернет утекла часть презентации шестерки с ценой 750 долларов за версию с 8 гигами озву если до r15 правдоподобность этой картинки оставалась под большим вопросом то теперь теперь придется надеяться на лучшее и ждать лето когда собственно и покажут новый плюс я все понимаю айфон больше тысячи с 9 плюс тоже но и же и другие смартфоны за 750 баксов хорошие смартфоны а вы как готовы отдать за убийцу флагманов цену флагмана а бренда или того же пиксель 2 xl пишите в комментариях на телегу опять катят бочку двадцатого марта верховный суд обязал мессенджер передать фсб ключи шифрования в пятнадцатидневный срок мол тайну переписки не нарушает конституции не противоречит и вообще речь идет не о доступе ко всему потоку данных а только к некоторому и то через суд павел дуров традиционно сообщил ничего и никому не выдадим и обратился в европейский суд по правам человека с жалобой роскомнадзор не менее традиционно отметил что в таком случае будет вынужден обратиться в суд по вопросу блокировки телеграма на территории рф кто-то раз в год ходит в баню ну а ребятки вот блокируют телеграм только на этот раз ситуация кажется действительно серьезно и краник таки могут перекрыть конечно определенное недовольство в обществе будет но те кому надо тот найдет способ как обойти блокировку а остальные просто удалят приложение и перейдут на вайбер он у нас контакте заблокировали именно так все и было хотя ваша парень деятельные изворотливый глядишь и придумает чего а я с интересом буду наблюдать за развитием хода событий и из-за него болеть у меня там канал мускультура и не хотелось бы знаете ли терять 60 процентов подписчиков за один день кстати подписывайтесь пока и есть возможность в кино на этой неделе тебя никогда здесь не было сразу предупреждаю этот фильм явно не для всех но и несмотря на то что он получил две ветви каннского фестиваля лютым арт-хаузом я его не считаю да тут хватает привычных созерцать настроенческих кадров которых практически ничего не происходит но при этом лента балансирует между серьезной психологической драмой и злым брутальным экшеном и способна заинтересовать даже неподготовленного зрителя сюжет простой и его легко описать в двух предложениях но он затрагивает серьезные жуткие точнее даже мерзкие темы режиссер на сто минут погружать зрителя в неприятный злой но до более реалистичный мир а при помощи звуков музыки построение кадра умело передает угнетенное и подавленное состояние главного героя в исполнении великолепного хоакина феникса который кстати за эту роль как раз и получил каннскую ветвь заслуженно получил я не так давно рекомендовала фильм хорошее время с паттинсоном вот если посмотрели и зашло можете смело отправляться в кино на тебя никогда здесь не было если конечно готовы выйти с сеанса в не самом хорошем и приподнятом настроении его вам фильм точно не подарит музыкальная рекомендация недели новый альбом исландских электронщиков гус-гус с названием lies are more flexible рассказываю не потому что сильно понравилось а потому что гус-гус коллектив уникальный существует уже 23 года за это время сменил парочку лейблов кучу составов и даже жанровое направление но все равно из разу в раз выдавал качественную музыку ну за исключением парочки явных промахов новый элпи состоит из семи треков и ни один из них не претендует название шедевра начинается все бодро знакомые мотивы голос сразу вспоминаешь крутейший арабиан хорс но уже с пятого трека остается хаосовый минус по ощущениям еще и написанный в году и до 2001 на который просто забыли наложить вокал прям очень просто и бледно хотя возможно это я избалована электронщиками и экспериментаторами и вам зайдет послушайте по крайней мере первые четыре трека в альбоме не стыдные а вообще послушайте вон о нука она на неделе выпустила альбом мозаика и вот там все как надо отличный бодрый микс электроники и необычного вокала и этно мотивов мне понравилось и совсем не потому что она моя соотечественница что же ребятушки до следующей недели если конечно валентин и снова не проявит неожиданную активность и не расскажет все новости за меня дважды или трижды лишь бы не уволил вы там на всеки ссылочек поддержите меня лайком а то мало ли и 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 Субтитры подогнал «Симон»